Ну, доброе время и суток, дорогие детишки! А вот третьего дня посмотрел на Нетфликсе, что характерно, сериал под названием Затерянный в космосе, то бишь Lost in Space. Ну и для тех, кому нужно ревью менее чем за полминуты, замечу, что это сериал хороший, но всегда где-то поблизости притаивается это коварное но, как говорят в узких кругах. Из тех сериалов, которые мне понравились лично, то бишь будем называть это хорошими сериалами, из хороших сериалов, конкретно этот хороший сериал вызывал у меня сжение пониже спины гораздо больше, чем любой другой, даже некоторые говенные сериалы. Потому что временами смотреть это было просто невыносимо, сука! Бесило так, что Ат и Израиль. Но сначала мы, понятное дело, скажем, чем же он, собственно, хороший? Во-первых, он красивый банально. Это реально очень хорошая кинематография. Это уже большой плюс в деле съемок сериала о космосе. То есть там отличная режиссерская работа, отличная операторская, что немаловажно, работа в первую очередь. Чисто визуальный ряд, там якобы инопланетные пейзажи кое-где, конечно, не нафакапили, да, но это просто снято хорошо. Потом многие актеры сыграли хорошо, что тоже не может не радовать. Учитывая, что сериальная подоплека присутствует, то типа очень часто бывает, когда от актеров не требуется чего-то экстраординарного. Но тут многие очень хорошо себя проявили. Правда, есть, к сожалению, и противоположные примеры. Причем эти самые противоположные примеры такое днище-днищевое, что дальше просто некуда. То есть тут тоже как бы с одной стороны вот так хорошо делаем, а с другой стороны просто пробиваем дно в плане актеров. К актерам мы еще вернемся. Сам по себе сценарий при достаточно большом уровне примитивности и запредельном просто нереальном количестве выезжающих из роялей кустов, в смысле из кустов роялей наоборот, извините, построен таким образом этот самый сюжет, что постоянно держит напряжение определенном саспенсе. То есть типа и плюс ко всему интересно, что произойдет дальше. Во-первых, интересно, как решат те или иные проблемы, возникающие по мере сюжета. Во-вторых, что вообще в целом нам покажут дальше. То есть я в принципе за два захода посмотрел целиком сериал, там 10 серий, если кто не знает, как это чаще всего бывает на Нетфликсе. Диалоги очень хорошо написаны в большей части своей. В отрыве от их абсолютно идиотской сущности, но построение чисто литературное у диалогов очень хорошее практически на протяжении всего сериала. Я, понятное дело, на английском смотрел, поэтому если кто-то вдруг будет смотреть на русском, то не знаю, как там повернулось. Если вообще есть перевод русский какой-то. Наверняка какие-нибудь эти звучаторы над мозгами перевели к этому моменту. Кто его знает. Но в английском варианте диалоги в общем-то в целом очень неплохие и главное, что грамотно использованы все аспекты, которые встречаются в человеческой психологии. типа в принципе. То есть кто-то, например, ведет себя так-то при экстремальной ситуации, кто-то по-другому и вот это переплетение эмоций, так сказать, выглядит по крайней мере с психологической точки зрения достаточно логично. К примеру, есть несколько персонажей, которые постоянно шуткуют во время экстремальных ситуаций. Ну, это часто бывает такой прием. Но бывает, когда это сделано вычурно и не к месту, как, например, в Торе Рагнарог, а бывает как здесь, когда все шутки во-первых в жилу, во-вторых к месту и многие из них действительно смешны. Там, где это положено. То есть не как в идиотском фильме Смерть Сталина, когда высосаны из жопы наверное это шутки вызывают только нервный тих. И желание врезать по мордасам сценаристу и всем причастным вообще. Тут такого нету. То есть если в диалогах или в монологах где-то присутствует шутка, то она, во-первых, оправдана почти всегда. Во-вторых, она как минимум вызывает улыбку. Что уже хорошо. И что самое приятное то ли в 7-й, то ли в 8-й серии была просто феерически адово смешная шутка. Самая смешная, которую я вообще видел за последние лет 10, наверное, в кино в целом. То есть, ну, причем смехотворность ее в хорошем смысле, разумеется, составлялась не только в базисе этой шутки, а во всей ситуации, которая вокруг нее была построена. то есть, и таким образом в плане диалогов и шуток тех же нету вот этого самого пресловутого выезжания роялей из кустов. Они к ним совершенно специфическим образом идут почти всегда. что более важно, грамотно их реализовывают. Не с бухты-барахты, так сказать. То есть, это вот хорошие вещи, которые есть в сериале. Но при всем при этом следует четко понимать, что как минимум три актера абсолютно невыносимы в этом фильме. Просто невыносимы. Хотел срыгать каждый раз, когда они там появились. Появлялись на экране. Многие инопланетные пейзажи не являются в принципе инопланетными. То есть, они вроде как сняты красиво. Да, базар и ноль. Но то, что снимали явно на земле и даже не пытались никак это приукрасить бросается в глаза сразу же. То есть, на примере, скажем, какого-то серии событий, когда Марин Робинсон, глава семейства, в общем-то, чем-то там занималась в чистом поле. Какой-то аэростат запускала, кажется. А поле это было фиолетовой травы такое. Просто открытая прерия, покрытая фиолетовой травой. сразу видно там, сразу видно, что это просто обычная трава, которая вот у нас под домом растет, просто фиолетовый цвет в фотошопе раскрашенная. Ну, выглядело это, мягко говоря, отвратительно. Мягко говоря. То есть, вот немедленно хотелось схватиться за лицо. Просто сразу. Дальше уже некуда. И тут, если они хотя бы покрасили что-то в фиолетовый цвет, то в остальных сценах, где присутствует там лес, допустим, или какие-то горы или еще что-то, они даже не пытались ни хера это сделать. То есть, типа, просто насрать. Вот мы случайно упали на планету, которая по странному стечению обстоятельств в плане флоры вообще никак не отличается от земной. Ну, это как вообще? То есть, вы же затерянные в космосе. Ну, хоть какой-то марафет там наведите. Ну, пожалуйста. То есть, они зверушек там несколько нарисовали, которые, типа, местные, да, но в остальном-то что? Ну, как так-то? Это точно так же, как в чужом завете, да, типа, вот и пацаны ушли в лес, а там лес, ну, он как обычный лес, вот он лес. Выйдев в лесопарковую зону, блин, в трех кварталах от дома, да, и типа погуляй там по сосновому лесу, вот это он и есть. Вот один в один. То есть, вообще ни хера не изменилось. Единственное там изменение было, что кукурузу, не кукурузу, а эту пшеницу там невероятного размера поля там показали, да, что типа там одно зернышко не как кончик мизинца, блядь, а с кулак величиной, да, типа, вот это вот. Ну, что это такое? Ты сидишь просто смотришь, такой, думаешь, ну, я мое, ау, ну, хоть нарисуйте что-нибудь на компьютере, это что, сложно что ли? Ну, хоть что-нибудь, какую-нибудь пальму пафосную, или не знаю, ну, там этого нет, ну, там похер, как бы весь фильм вообще сам по себе идиотский полностью, поэтому на такие мелочи просто не обращаешь внимания, то есть, конечно, замечаешь, ну, как бы сквозь пальцы пропускаешь эту информацию, похер, вот, так и здесь то же самое, но здесь на этом, как бы, большой фокус сделан, в принципе, что это вроде как, ну, не вполне земля, причем, настолько нету никаких изменений в плане флора и фауны, ну, то есть, в плане фауны, они настолько мизерные, что, натурально у меня закрадывалось впечатление периодически, что это они просто пространство и время пронзили, типа, и попали там в какую-нибудь доисторическую землю, потому что в полнометражном фильме «Затерянные в космосе», если кто не знает, там был довольно большой акцент на, как раз, перемещение во времени взад-назад, вот, ну, и тут я сижу, думаю, блин, что за фигня, ну, даже в отрыве от того, что там где-то в пару раз показывают там в небе висящие спутники, типа, или недалеко находящиеся там на соседних орбитах большие планеты, и то, по-моему, это где-то после второй, во второй половине сериала начали показывать такие пейзажи, вот, то есть, ну, реально до середины, грубо говоря, строго, строго до середины сериала вообще не было понятно, что это не Земля на самом деле, да, то есть, ну, настолько там вот ничего не сделано, то ли они бюджет экономили, то ли я не знаю, но с моей точки зрения надо было, надо было бы, конечно, им виднее, наверное, но надо было бы добавить чужеродности местным пейзажам в гораздо больших масштабах, чем они это сделали, потому что складывается, я говорю, четкое впечатление совершенно однозначное о том, что это просто вот в соседнем дворе снимали буквально, да, то есть, и потом вообще хер, положили на это и как бы двигались дальше, типа, насрать, из серии, мы тут про персонажей, а не про природу, ну, такой, окей, ладно. Кстати, наверное, прежде чем я к самому, самому изрядно бесящему аспекту вообще перейду, следует заметить просто про сюжет, о чем там в целом, да, но, если кто не знает, в 60-м каких-то годах была телевизионная, телевизионный тоже сериал, по-моему, на английском телевидении, доподлинно не знаю, тоже назывался Lost in Space, но они все одинаково называются, затерянные в космосе, состоял из трех сезонов, там общей сложности чуть более чем 70 серий, или чуть, или около 70, короче, не суть важна, и был, в общем-то, тоже практически про это, что здесь, но тут с большими изменениями, там было, что, типа, дескать, земля перенаселена, и вот, Робинзонов устроили экспедицию на Альфа-Центавре, на корабле Юпитер-2, там, или каком, да, с целью возможной колонизации этого самого, этой планеты, которая вокруг Альфа-Центавре, там, ну и там, по ходу дела, некто доктор Смит устраивает саботаж на корабле, отчего они попадают в просаг, вся эта тусовка, а доктор Смит на корабль попал, там, обманным путем, да, заныкался, вот, и там начинается серия кораблекрушений, там, упали на планету, улетели оттуда, упали на следующую планету, улетели оттуда, и т.д. и т.п. То есть, достаточно однообразно, но тем не менее, вот такая фигня, и чем все это закончится, тайна сия велика есть. И ровно то же самое было в полнометражном фильме, который, по сути, был прямым ремейком изначальной телевизионной серии. То есть, полнометражный фильм вышел в 98-м году, он, он, кстати, хоть, несмотря на то, что он бредовый, чуть более, чем полностью, но для меня он попадает в категорию так называемых guilty pleasures по-английски, да, типа, я затрудняюсь найти адекватный русский перевод, но фактически, это можно вольным характером описать идиомой, а-ля мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, да, то есть, он, фильм этот, откровенный бред и ахинея, но лично мне нравится по каким-то неизвестным причинам, хотя он говно по большому счету, вот, ну, я его раза 3, наверное, смотрел, опасность Уилл Робинсон, что называется, может даже больше, раза 4, хер знает, он у меня до сих пор где-то на баланке валяется, на CDR, естественно, ну, пиратским методом добытый где-то там, с DC plus plus называлась эта херня, кто-нибудь вообще в курсе, что это еще? Ну, это из эры ICQ, типа, а то и раньше, даже нет, из эры Ирки, в смысле, Мирца, олдфаги поймут, вот, и вот эта болванка у меня где-то до сих пор должна валяться в этой, в шпинделе, где болвана куча всяких, хер знает, я просто никак ими не могу больше воспользоваться, потому что у меня даже при этого нету, ни резака, как у CDR, не важно, вот, ну и полнометражный фильм, в общем-то, в целом, там, с оговорками, наверное, потому что я не смотрел, понятное дело, оригинальный сериал, с оговорками я повторял сюжет телесериала, ну, с той разницей, конечно, что надо было уложить все, там, в полтора часа экранного времени, да, в сжатом виде, да, то есть, и у меня нет полной уверенности, что в оригинальном сериале были вот эти пассажи с путешествием во времени. Ну, а основные, основополагающие, так сказать, элементы там были соблюдены. Здесь пошли несколько другим путем. Во-первых, земля ни хрена не перенаселена, а там что-то такое произошло, типа, какая-то утренняя звезда упала, то есть, метеорит, от которого там плюка то ли поднялась, то ли что, какая-то хрень случилась, в общем, на земле как-то не весело становится, сплошная облачность постоянно, приходится ходить в респираторах, типа, как в Китае, да, вот, показывали, когда эти кадры новостные, когда там тотальный смог, или как в Москве 2008 года, по-моему, в 2008 же пожары эти адовые были, да, вот, когда Подмосковье горело, торфяники там, или что там было, не помню. Вот, типа, надо ходить в респираторах, солнца никогда не видно, вообще, атмосфера тяготит, как бы, да, плюс на этой почве там, какое-то количество геополитических конфликтов случилось, ну, а они скользь, рассказывают, да, без особого акцента, на этом, ну, какая-то херня происходит, и, в общем, в целом, Земля, как бы, так себе, неинтересно здесь жить, вот они внезапно получают методы долететь, пронзить, значит, пространство, долететь до Альфа-Центавры, потому что до этого двигатели не позволяли в разумные сроки туда добраться, а теперь вот случился прорыв, и какое-то количество экспедиций уже даже отправили на Альфа-Центавру, и сделали там колонию, с Блэк-Джеком и колонистами, понятное дело, вот, методом полетов зад-назад на космическом корабле за резолют, как он переводится, хер его знает, что-нибудь типа стойкий, там, неважно, я могу в словре посмотреть и хер его знать, но я, у меня с английским-то вот, все просто, в принципе, я интуитивно знаю, что значит те или иные слова, блин, да, то есть, я не знаю их до подлинного перевода, ну, типа, в контексте предложения я всегда могу понять, что имеется в виду, да, практически со всеми, абсолютно любыми словами, потому что контекст, это самое важное, что есть в живой разговорной или письменной речи, вот, ну, в отрыве вот от предложений, ну, резолют, ну, видимо, стойкий, хер знает, кто хочет в словарь, загляните, вот, по сути, это не важно, как он переводится, значит, этот резолют летает зад-назад, просто я буду называть резолюта, не буду русскую версию озвучивать, потому что я не знаю, как мозги ее транслировали, а дословный перевод может тоже никому ни о чем не сказать, и та экспедиция, на которую отправляется Робинзон, она уже вроде как 24-я, да, то есть, а этот резолют везет с собой вот эти кучу модулей Юпитер, непонятно на хрена, но они как спасательные шлюпки, в принципе, на всякий случай работают, да, потому что высадка, я так понимаю, происходит в отрыве от Юпитера, хотя, может, и вместе с ними, хер его знает, и, в отличие от предыдущих итераций этой франшизы, так сказать, где только Робинзоны участвовали в экспедиции, как ее вдохновители и основные реализаторы, так сказать, то здесь они в принципе особо ничего не привнесли в эту самую в положение вещей, и просто одна из семей, которые тоже переезжают на Альфа-Сентравре, потому что их мамке так захотелось. Единственное, что мамка здесь, в отличие от предыдущих фильмов, где папка был астрофизиком и строителем ракет, здесь мамка строитель ракет, и астрофизика там еще, кто она только не, да, то есть вот она придумала корпус для этого самого резолюта, ибо там что-то ни один другой проект не мог выдержать настолько долгий перелет в космосе, там что-то, бла-бла-бла, как-то сову на глобус натянули, ну вот она корпус придумала, но на основании этого факта ее просто так на бум не взяли в эту экспедицию, надо было еще там тесты проходить и так далее, короче, в общем, вся семья прошла тесты, кстати, непонятно каким образом туда папка вписалась и в какой момент, это вообще абсолютно никак не рассказали, и вот они в компании с другими гражданами летят, просто переселятся в новый дом, так сказать, в Альфа-Центавре. Но что-то идет не так, резолют подвергается нападению, и все эти Юпитеры отстегиваются, и падают, ну, кто падает, кто приземляется на некую неизвестную, не названную, кстати, никак планету, неизвестно где. И вот оттуда им надо в сжатые сроки будет выбраться, как потом оказывается, чтобы добраться обратно до резолюта и уже полететь по назначению в Альфа-Центавре. Вот такой незамыцеловатый сюжет. Ну и из описания этого сюжета уже была, понятно, подоплека основной проблемы этого сериала, почему он бесит меня чуть более, чем полностью, несмотря на то, что он мне понравился в целом. Во-первых, это абсолютно беспощадная и натянутая как овцебыком, толерантность и эмансипированность происходящего. Потому что все решения абсолютно, от начала все решения принимает баба в этом сериале. Самые умные в этом сериале кто? Бабы. Мужики вообще под каблуком у них. То есть они своих самостоятельных решений не принимают никогда. Они либо с помощью манипуляций бабами убеждаются сделать то-то и то-то, либо просто по стечению своих профессиональных так сказать способностей нихера не умеют в том или ином вопросе даже не то, что решить, а хотя бы приблизительно приблизиться к решению проблемы вообще ничего. То есть у них нет абсолютно никакой самостоятельности. Ни у одного мужика в этом сериале нет просто никакой самостоятельности. Там тотальный матриархат. Пока баба не скажет, ни хера вообще не будет происходить. все бабы поголовно умные вообще адово стойкие умеют всякое и все такое. Мужики постоянно какую-то херню творят. Опять же самостоятельно ни хера не могут. Постоянно требуют присмотра за собой, потому что сделают какую-нибудь херню и все в таком ключе. То есть если бы я не знал списка сценаристов из МДБ, я бы посчитал, что это написала какая-то либероидная на всю голову тетенька. Оказалось, нет. Видимо, оба два сценариста основных, которые там присутствуют, такие же самые либероидные, на всю голову ушибленные феминисты, что само по себе оксюморон. Я имею в виду, что мужик феминистом быть не может в принципе. Если мужик сам себя называет феминистом, то он идиот. И такого гражданина нужно обходить за три версты, потому что он дебил. Ибо охарактеризуя себя таким образом, он наступает на горло себе полностью, как виду, по сути. Он идиот просто. Он согласен быть закабаленным на основании только того, лишь, что у него есть хер. Если ты такой сабмиссив, парниша, то это твои личные проблемы. Не надо всех остальных мужиков затягивать в этот омут мудацкий. Ну и большинство феминистов, если кто не знает, внедряется, я имею в виду мужиков феминистов, внедряется в это движение, чтобы, как они думают, легче было залезть в трусики другим феминисткам. Но, как известно, феминистки остаются женщинами, поэтому их тряпки не особо интересуют. А вот эти обращники мужского феминизма, да, типа, они и есть. Квинтессенция тряпочности. Дальше некуда. То есть, абсолютно безвольные гондоны, вот эти вот мужики, которые называют себя феминистами. Без собственного мнения, вообще идей в голове и какого-либо стержня, в том числе и нефритового. То есть, абсолютное говно, блядь, тюфяк и унылая шняга, блядь, какая-то. Вот такие, с моей точки зрения, феминисты мужского пола. Потому что бороться надо не за феминизм, а за равноправие. В то время, как феминизм это прямое, ведет к прямому тоталитаризму по отношению к одному из полов. То есть, если раньше, там, в прошлые века был, так сказать, патриархат, да, и все было испечрено, все социальные условия были пронизаны мужским шевинизмом, так сказать, когда женщину вообще в говно не вставили, типа, даже за человека не считали долгое время, то теперь все развивается с точностью наоборот, да, то есть, и дойдет до того, что мужиков не будут стоять вообще ни во что, блин, и скажут, что нахер вообще не нужны, и вас нужно всех уничтожить, как многие уже сейчас и говорят. В то время, как ни тот, ни другой подход абсолютно неверный. Надо, ну, заниматься другими вещами и стремиться к полному равноправию, то есть, типа, без ущемления и тех прав, и этих прав, то есть, ну, о чем вообще речь? Ну, а вот, вот этот сериал писали как раз вот эти граждане, которые говна не стоят вообще, да, то есть, которые своего мнения не имеют, иметь не могут, а то, которое они имеют, и мамка в детстве, блин, в мозг влила, поскольку папка уже давно убежал, блин, в дальние края. Увидев, какая идиотка с ним вместе пытается жить. И вот эта разведенка с прицелом теперь бегает и рассказывает сначала своему сыну, а теперь через него и всем остальным, какие мужики сволочи. Ну, мы все это видели уже тысячу миллионов раз. Да. И почему-то вот этой разведенке с прицелом в голову, с прицелом, с прицелом на далекое будущее прекрасное, да, да, с прицелом не приходит в голову, что надо на себя сначала в зеркало посмотреть, может быть, это ты, дура, что-то неправильно сделала, блин, например, мозг своему мужу слишком изрядно пилило, блин, что он убежал от тебя, блин, роняя кал. Ну, или что-нибудь такое. И вот, такие граждане писали сценарий для этого сериала. Но, местами это выглядит просто как идиотия, начать с того, что вот главная героиня, типа, мамка Робинзонов, типа, Робинзонов, то бишь, я просто часто ударение ставлю на, как в английском варианте, Робинсонс, а не Робинзоны, как по-русски, но неважно. Мамка Маурин, блин, она, короче, строительница ракет, умеет там за, всякое, за геологию, блин, там, экзопланет, что-то там за астрофизику, там, за что она только не умеет. Ей лет там 40 с гаком, ну, там, между 40 и 45, самой актрисе там, она 72 года рождения, но выглядит она в фильме, вот, ну, на 45, скажем, да, у нее трое детей. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые могут совместить вот это все, да, то есть получить несколько степеней, там, доктора наук, а она именно доктор наук по, там, астрофизике, условно, да, ну, там, что-то там называли, я не помню, да, родить несколько детей, успеть получить несколько степеней докторских, при этом работать в какой-то пафосной конторе а-ля НАСА, да, по строительству ракет, там, какие-то мега проекты развивать и так далее, и являться ведущим специалистом. Это, конечно, бесконечно прекрасно, но, по-моему, это все далеко от реальности, потому что трое детей, плюс один из них, я, кстати, сразу задался вопросом, а какого хрена в семью Робинзонов затесалась Негрила? Ну, старшая дочь у них Негрила, и, и вплоть до третьей серии никто вообще не собирался даже объяснять, только в третьей серии, по-моему, или даже в четвертой рассказали, что здесь, собственно, происходит. Спасибо и на этом, я уже думал, что они вообще хер на это забьют и не будут ничего объяснять, да, то есть, типа, оказалось, что мамка их немножко шалала, то есть, по молодости залетела от какого-то Негрилы, и вот у нее родилась дочка Негрила, а следующий муж, потом она тоже ходила на блядки по-всякому, пока не встретила Джона Робинзона, кстати, я более чем уверен, что она его фамилию нихрена не взяла, а фамилия, он наоборот взял ее фамилию, я в гадалки не ходил, вот сто процентов уверен, и значит, он принял эту разведенку с прицепом, причем не с просто прицепом, а с прицепом чернозема, да, типа, такой, как она и есть, потому что она, типа, охеренно умная, а он безвольный тюфяк, несмотря, несмотря, что он, блин, типа, этот морской котик, навесил, блин, типа, вояка и все такое, да, то есть, типа, вот, и народил ей, значит, еще двух ребятенков, среднюю сестру и младшего Уилла Робинсона, который, как известно, опасность Уилла Робинсона, и вот эта разведенка успела шашни, помутить, блин, с каким-то негрилой, успела залететь от негрилы, потом залететь два раза от Джона, покрутив при этом с ним шашни, неизвестно еще сколько, в промежутке, за это время, то есть, при вот этих гормональных всплесках, бурях и всему такому, то есть, начиная сначала от гормонов, бурлящих от любовной связи, потом от гормонов, бурлящих во время беременности, и после сразу, резкого упадка, да, вот это все, блин, типа, трижды у нее повторилось, а в сущности, где-то пять, а в принципе, неизвестное количество раз, пять, я имею в виду, что три раза ребенке, два раза шашни, и неизвестное количество раз, где-то в промежутке, да, вот эти все бурления гормонов, она, короче, смогла, несмотря на вот это все, дослужиться до ведущего специалиста, там, какого-то главного инженера, получить вот эти хреновые кучи образований, да, типа, и все остальное, я вас умоляю, вы таких людей много видели в жизни? Вот, вот реально, да, то есть, я понимаю, если бы она все это сделала, добилась всего сначала, как это чаще всего на Западе сейчас случается, вот сначала добиться всего, построить, так сказать, карьеру, как они любят говорить, а потом уже, да, вот заняться, значит, учебой, там, карьерой, и так далее, да, то есть, типа, в смысле, наоборот, добиться всего, а потом уже дети, да, то есть, плюс следует понимать четко, что-то декретные отпуска там еще к этому всему там сложились, и по сюжету потом еще и раскрывает, что Уилл, как третий ребенок, а, как известно, дети всегда рождаются от, почему старший в сказках всегда умный, а третий дурак, потому что дети всегда, чем больше детей ты рожаешь, тем более дебилами дальше вот твои дети становятся, есть, конечно, и исключение из этого правила, но генный балласт, так сказать, он слабеет со временем, да, то есть, если там, у тебя, скажем, семь детей, то седьмой, скорее всего, вообще дегенерат окажется, вот, или какого-нибудь недоношенной, ну, это просто природой так заложено, вот такая херня происходит, бля, вот, то есть, опять же, бывают исключения, там тоже по-разному у себя все протекает, но вот, обычно так, и вот, Уилл, Уилл Робинсон, при нем, у него при рождении уже случилась опасность, да, то есть, он недоношенный был, и там, чем-то болел там в детстве, его в эту хрень, запаковали в этот, как это называется, этот танк, блин, ну, когда детей вот недоношенных, там, довыращивают, не помню термин этой херни, блин, в такую прозрачную хрень, кладут там, и какую-то атмосферу там ему создают, и там, подкалывают галлоперидолом, вот это все, то есть, она еще, причем, ко всему тому, что уже было названо, то есть, типа, она еще и с Уиллом много времени очень потратила, из-за того, что он был болен, она сильно переживала, как и положено любой матери, да, то есть, типа, и всячески стремилась к тому, чтобы он выжил, и, следовательно, не могла ничем другим заниматься в это время, то есть, и вот, в совокупности всех этих факторов, она, типа, вот так все может, да, то есть, типа, она умеет все, она научилась всему, и в это же время успела пошалавить, как следует, и еще кучу детей родить, я вас умоляю, это просто невозможно, просто физически, то есть, каким бы она гением ни была, блин, но из-за такой короткий промежуток времени, ну, просто нет, вот вообще нет, то есть, ну, я могу себе представить женщин, которые, что-то похожее осуществили в жизни, и таких примеров масса, да, но не в такие сжатые сроки, и не в таких сложных областях, скажем так, потому что, блин, строить ракеты, это вам не сделать карьеру в каком-то сраном кино, а потом народить еще много детей, а потом опять вернуться в кино, и сделать по второму кругу карьеру успешную, да, типа, например, или там какие-нибудь певички, типа, вот там, я там народила детей, блин, смотрите, какая я теперь стройная, хожу в спортзал, там, фитоняшка вообще, и еще запеть могу тут в любой момент, и заработать на этом много денег, ну, нет, молодец, конечно, но это несоизмеримые вообще профессии, да, строить ракеты, и петь там на сцене, блин, ну, конечно, на сцене, это, в принципе, уйдя в декрет, да, ты потеряешь там какую-то часть, против, если ты посредственные песенки пела до этого, ну, скорее всего, большая часть комьюнити, слушающего музыку, тебя просто забудет, к тому моменту, как ты из декрета выйдешь, и тебе каждый раз придется эту самую пресловутую карьеру начинать заново, но никакие специфические навыки настолько технически, научно подкованно, в подкованном смысле, да, я имею в виду, для того, чтобы начать, или начать новый виток карьеры певички, не нужны, допустим, да, то есть, а вот тут вот такое, да, то есть, многолетняя учеба требуется для этого всего, и многолетний стаж же работы, да, то есть, типа, и так далее, и там куча всего другого для подобного рода работы, ну, по-моему, это как-то немножко перебор уже, когда все это на одного человека, в узких кругах подобное называется термином Mary's You, вот, например, это Рэй из Звездных войн, типичный Mary's Youшный персонаж, а именно персонаж, который вообще не имеет никаких недостатков, и за что бы он ни брался, все у него получается идеально всегда, и вот Марин Робинсон тоже Mary's You, фактически, хотя термин Mary's You обычно подразумевает некоторую, некоторую боевитость персонажа, да, а именно, то есть, стрельба из автоматов всяких, там, или махание каким-нибудь дрекольем, и так далее, да, то есть, ну, и вообще, боевые искусства, так сказать, то есть, более прикладной, так сказать, характер персонажа, то здесь то же самое, только в теоретически, практическом поле научного характера, да, то есть, вот она чисто типичная Mary's You, и фактически никто ничего не умеет, кроме нее, по сути, она все проблемы решает, то есть, ну, вообще все, все остальные вообще не нужны в этом сериале, все могла бы сделать Марин, то есть, нахер они нужны, там, непонятно, вот, остальные женские персонажи, безусловно, не настолько же умные по сюжету, как и Марин, да, но при этом, то есть, они все, тоже, неиллюзорно отличаются от мужиков, в лучшую сторону, вот, ну, а это как вообще, ну, вот это просто кособокость ваша, ну, дальше некуда, ну, зачем вы это делаете, реально, это просто бесит, откровенно говоря, вы кому пытались импонировать, только женской аудитории, ну, не только женщины смотрят ваши сериалы, вот, у меня, например, подобные пассажи просто бесят, потому что это перекос, я люблю баланс, и дизайн, а это перекос, нехороший, то есть, который ведет просто к тому, что смазывается общее впечатление, от вашего, в целом, неплохого сериала, причем смазывается довольно значительно, да, то есть, если бы сценарий был построен, чуть менее насыщенный на события, то была бы велика вероятность просто не досмотреть вот это вот все до конца, реально, и только нагнетание саспенса, постоянное, к чему мы еще вернемся, позволяет, вот, на это смотреть, как бы, опять же, сквозь пальцы, до определенной степени, конечно же, при всем при этом, при всей, такой вот, охеренности женщин в этом сериале, следует четко понять, что, все это, в принципе, было бы пофиг, если бы вы продолжали себя вести в том же ключе, то есть, абсолютно, непогрешимых, не делающих ошибки, человеков, да, то есть, ну, ради бога, ну, вот у вас такие женщины там есть в этом сериале, они все такие вот классные, а она вообще там предельный гений, да, ну, ну, хорошо, предположим, ну, допустим, вот, даже это меня никак не парит, вот, вообще никак, ну, такая она, вот вы такой хотели видеть своего персонажа, прекрасно, вот, прекрасно, но, все, абсолютно все, проблемы, которые сталкиваются персонажи, с которыми сталкиваются, да, и все, пертурбации сюжета, по которым нужно искать какое-то решение, тех или иных проблем, в сжатые сроки, всегда, вот просто всегда, они связаны только с одним фактором, с, просто, беспросветной тупостью всех абсолютно персонажей, то есть, за время десяти серий, ни одной абсолютно, вот, просто ни одной проблемы, не было создано, environment, так называем, ну, типа, планетой, условно говоря, самой, или условиями космоса, внешними факторами, так сказать, все абсолютно проблемы, появились из-за того, что кто-то из персонажей, сотворил какую-то лютую, бешеную хероту, и вот, подобная постановка Вафроса, на фоне того, что вы пытаетесь нам показать, своих, особенно женских персонажей, такими всеми классными, и непогрешимыми, выглядят, мягко говоря, по-идиотски, мягко говоря, блядь. Говорящий пример, где-то там, ближе ко второй половине сериала, как раз вот, после того момента, на фиолетовом поле, когда Марин, запускает себя на аэростате, там, в какие-то, нижние слои атмосферы, не взяв никого с собой, чтобы ее подстраховать, в случае чего, конечно же, нахера, блин, действительно, то есть, типа, это же, ну, регулярно, случающееся событие, когда, человека на аэростате, поднимает на высоту, там, я не знаю, не помню, ей-богу, там, 10 тысяч метров, не важно, да, не помню, высоты атмосферных слоев, там, не суть важна, да, то есть, это же, вот, постоянно случается, то есть, не надо, не следить за тобой, ничего, блин, да, то есть, если ты такой охеренный, мега, эксперт по вопросам, всем абсолютно, да, то есть, типа, ты же не важна для этой экспедиции, то есть, если ты сдохнешь, никто даже не заметит, я правильно понимаю, да, то есть, не надо ни брать, ни подстраховывающих, ни радиосвязь, там, соблюдать, ничего не надо делать, надо просто уйти в поля, с возгласами, мне надо кое-что сделать, не ходите за мной, это практически прямая цитата, блин, да, то есть, вот, вот она, значит, поднялась на аэростате, и увидела там в телескоп, что рядом с Солнцем местным тусуется черная звезда, которая изменяет орбиту этой планеты, которая находится таким образом, что рано или поздно, типа, это такая скоролевидная орбита получается у нее, я так понял из описания того, которое нам дали в самом сериале, то есть, она подскакивает из-за гравитации черной звезды, подскакивает все ближе, ближе, ближе к Солнцу, проходит там где-то предельно близко к нему, и потом, также по спирали начинает от него отдаляться, до следующего видка, по-моему, это просто нахер не работает, если там спиралевидная орбита, то, типа, она и останется, она в Солнце врежется нахрен, и все, или в эту черную дыру, и никуда дальше уже, с какого хера она будет удаляться-то потом, если это компенсируется, если вы мне хотите сказать, что это петля, как ее там, Кеплера, или что там, как это называют, когда гравитацию планеты используют для ускорения, типа, во всех там фильмах это есть, про практически всех, про космическую тематику, да, когда, и там в аниме, и много где, да, то есть, когда используют гравитацию, чтобы приблизиться к планете, и ускориться, не только с помощью двигателей, типа, и вот, резкое ускорение получить, в общем, не важно, да, ну, если это петля, вот эта Кепля, по-моему, так это называлось, блин, что, типа, планета, пройдя эту черную дыру, получает некое ускорение, и на этом вот инерционном запасе, она, типа, успевает набрать спиралевидную ту же орбиту, блин, да, чтобы потом опять сблизиться, по-моему, это ахинея, просто эта орбита была бы эллипсовидная, на самом деле, то есть, вот, реально, как ипподром она выглядела бы, если так, ну, я не эксперт, конечно, в астрофизике, вообще, там, мало чего об этом знаю, но, с точки зрения банальной логики, по-моему, это выглядело бы так, блядь, а никакая там не спираль, нахер, вот, то есть, получается, что, ваша планета к Солнцу приближается и удаляется от Солнца по экспоненте, да, постоянно, а какого хера она так делает, это же, ну, как, так-то, ну, может, конечно, и имелось в виду, именно эллипсовидная орбита, в этом смысле, да, может быть, они там еще кинули фразу, что ни у одного из деревьев на этой планете нету годового кольца дальше, чем один год, да, то есть, типа, то есть, вы мне хотите сказать, что каждый год на этой планете жизнь полностью вымирает, а потом успевает каким-то образом эволюционировать до, там, каких-то бешеных джунглей, до видов животных, типа, этих, млекопитающих, да, типа, изомеп, и так далее, вот это вы мне хотите сказать, просто подобного рода пассажи намекают на то, что, вот именно то, что я сказал, что, типа, спиралевидная орбита, да, что, типа, какой-то определенный промежуток времени у планеты есть, чтобы, типа, эволюционировать жизнь на себе таким образом, чтобы она до таких сложных организмов до, до просуществовала, да, как бы, за год это просто нереально, блин, то есть, вы уже определитесь, что это за херня вообще здесь происходит, вот этот момент я, откровенно говоря, не понял, то есть, там, в принципе, все достаточно логично в сериале, до определенной степени, конечно, объяснено, с научной точки зрения, да, то есть, несмотря на то, что это все-таки фантастика, ну, некая, некая доля научно-популярности там все-таки присутствует, как ни крути, да, и вот, если все остальное более-менее как-то согласовывается с какими-то базовыми элементарными законами физики там и так далее, то вот это вот вообще никак, то есть, может, я что-то не понимаю, конечно, но что это за херня, но не суть важна, вот она узнала, значит, что там есть, это, черная дыра, и планета рано или поздно приблизится к Солнцу настолько, что мы тут все нахрен сгорим, что вы думаете, она делает, надо ли кому-то об этом говорить, как разумеется, нет, она об этом сказала только своему мужу, блин, Джону Робинзону, и Пенни там, их средняя дочь подслушала, а потом сболтнула своему, типа, хахалю, которого она потом через хер прокинула, вот, а хахаль, в свою очередь, сболтнул там другому человеку, который, типа, главный у них, на самом деле, ничего не решает, поскольку он мужик, то есть, и вот только так народ вообще узнал о этой херне, а это вообще, что это за ахинея банальная, то есть, ну, конечно, блядь, вот кругом нету людей, которые могут тебе помочь решение проблемы, потому что решением этой проблемы занимается только Маурин, блин, в итоге, по итогам, вот, происходящего в следующих сериях, да, то есть, только она ищет ответ вообще, как с этим бороться, блядь, при том, что там 60 с чем-то колонистов на этих Юпитерах осталось живых, да, приземлилось удачно, и среди них нет, типа, никаких больше ученых, что ли, ну, типа, ни с кем нельзя провести консилиум, типа, чтобы там как-то быстрее найти решение этой проблемы, нет, надо, вот, вот, надо никому ничего не говорить, чтобы что, своему начальнику, хотя бы непосредственно, ему надо, наверное, сказать, чтобы в случае учительской информации, он был готов к этому и смог как-то предотвратиться, просить панику, я не знаю, там, заготовить какие-то шаблоны поведения своего собственного, чтобы, там, народ успокоить, или что-нибудь такое, никому ничего не надо говорить, да, абсолютно всем похер вообще, вот, Марин решила, что, блядь, она лучше всех все знает, блин, и типа, будет в одно лицо, блин, думать над этим всем, блин, да, то есть, типа, вообще похер, ну, это как, просто как, ну, вы дебилы, что ли, ну, что это такое, блин, ну, понятно, что коллективно, гораздо проще прийти к какому-то решению, блин, при том, что вы вроде все здесь не тупые, должны быть, там какой-то довольно строгий отбор был в эти, в эти экспедиции, кто полетит, как они говорят в сериале, лучшие из лучших полетят на Альфа Центавры, возникает, правда, неловкий вопрос, кого хера там делают некоторые личности, типа, вот, Пенни, например, это средняя дочка, что она там, чем она полезна, она за весь сериал не сделала ничего, то есть, вообще ничего, она не поспособствовала решению никаких проблем абсолютно, то есть, она там существует, исключительно для комедийного фактора, то есть, она ходит и постоянно выдает язвительно, саркастическо, иронически пассажи литературного характера, которые, да, в большинстве случаев к месту, в жилу, и часто банально смешные, да, то есть, ей диалоги хорошо прописали, но как колонист, она не делает ни хера, она не умеет, ни хера вообще, то есть, абсолютно ничего она не умеет, ее навыки абсолютно бесполезны, она писателем хочет стать, и учится именно и на это, то есть, она на литературном факультете училась, там, или в школе, или что там, где она была, да, то есть, она ни хера не умеет, в акцепте, какой-то практической помощи, как колонии на Альфе Центавре, так и вообще, вот, при непредвиденных обстоятельствах, на кой хер она там нужна, как она туда попала, просто вы объясните мне, зачем, это то же самое, что в чужом завете брать двух гомосеков с собой, на миссию по колонизации, там, какой-то там планеты, ну вы с ума сошли, что там два гомосека будут делаться, очень стараться, блин, ну что это, и вот здесь то же самое, или там это, не Грила, блин, Анжела, блин, которая тупая мразь, на всю голову тупая, что неудивительно, ведь она замужем, за таким же дураком, очевидно, но, то есть, она там совершает лютый бугурт, по факту того, что ее мужа пристрелил робот, да, в завязке сериала, ввиду там, какой-то определенной, сложившейся обстановки, так сказать, да, вот, она словила бугурт, и пыталась этого робота пристрелить из пистолета, по итогам, но из-за этого, как всегда получила былинный отказ, поскольку все былинные отказы происходят из-за тупости персонажей, да, вот, как всегда получила былинный отказ, а материала, мотивировала она это тем, что ее муж музыкант, там какой-то одаренный виолончелист, или кто там он, помер вот от рук этого робота, и тут же я такой сам себя спрашиваю, во-первых, на кой бы хер вам нужен был, сука, музыкант-виолончелист, на этом вашей блядской экспедиции, на долбу на Альфа Центавры, ну, типа, на кой хер он там нужен, какая от него практическая польза, бля, для рекреационного эффекта, бля, чтобы он слабал, бля, мурку на своей виолончели, бля, на кой хер он нужен, сука, просто зачем туда сраного музыканта, бля, лучше из лучших туда поехали, да, что это, просто что это за херня, это во-первых, во-вторых, твой музыкант не грила, никому нахер не нужен, не грила, пошла ты в жопу, бля, вот хотелось мне сказать, и говорил я все время, на протяжении всей вот этой сюжетной арки, с этой дурой, бля, она отвратительно бездарно сыграна, начнем с этого, это вот эта овца, у него муж дегенерат, который помер за кадром, вообще, да еще и по профессии музыкант, который нахер не нужен, ни в экспедиции, ни в условиях постоянного блинного отказа, из-за повсеместной тупорылости происходящего, этих персонажей, ну, что это такое, вот этот персонаж меня сразу выбесил люто бешено, и продолжал бесить на протяжении всего сериала, благо она там не так часто появляется, но каждый раз, когда она появляется, хочется просто врыло ей дать, без затей, по совокупности, да, то есть, как бы, я такой, блядь, это как у вас так вообще получается, ну, не важно, ну, вот там есть у вас там дебилы, да, бесполезные музыканты, там, вот, литераторы всякие, ну, а что, все остальные такие же идиоты, блин, да, с абсолютно ненужным набором навыков, ну, что, прям все, вот вообще все, да, зашибись, ну, все равно никому ничего об этом говорить, конечно же, не надо, вот, вот не надо и все, блин, да, ну, разумеется, ты же, блядь, сильная независимая женщина с сорока катами в будущем, блядь, ты, блядь, сама все решишь, блин, естественно, и разумеется, из-за этого ее идиотского решения, потому что это и было именно идиотское решение, не позволительно идиотское для такого уровня гения, как вы нам пытаетесь показать, да, то есть, в результате этого идиотского решения случаются еще несколько, былинных отказов, которые тоже приходится пафосно превозмогать, в результате чего вот этого превозможения? Несколько раз некоторое количество людей чуть не склеило ласты, банально. То есть ты вот своим тупорылым решением ставишь под угрозу, блядь, жизни вообще всех колонистов и отдельных из них, вот в частности, в тех или иных случаях локального характера, блядь. Ну ты вообще чем думаешь-то? Просто чем ты думаешь? Тупая ты дура. По ее поведению в этом сериале, именно и складывается впечатление, что подобного рода идиотка просто не могла совместить рождение детей, обучение в универах и так далее, и вот это все, что было описано в середине влога. Просто не могла, поскольку она ведет себя постоянно как идиотка, блядь. То есть и вы уже сценаристы, граждане, блядь, хорошие, определитесь, блядь, что для вас важнее. Если вы, мересьюшность, показываете Маурин, блядь, то почему она вот такой бред творит, блядь? Раз за разом просто, блядь. Да, там, в большинстве случаев она сама находит решение проблемы, которую она же сама и создала, блядь. Ну отлично. Сам пошутил, сам посмеялся. Зашибись, у вас подход классный, блядь. Что это просто за херня такая? А, и кстати, в этом моменте с Эра Статом был самый отвратительный с режиссерской точки зрения момент во всем сериале. Когда она видит черную дыру, показывает крупным планом ее лицо за этим шлемом, да. И она такая, фу! Ну и обрывает, типа, после FU. То есть она фаак там орет, фаак! Во-первых, это бездарно сыграно, вот этот момент. Во-вторых, зачем его вообще показывать? Просто я не понимаю. Кто бы... Ни один человек с драмом умеет резвой памяти находясь не стал бы реагировать на это вот так. Ну просто не вот так, а не вот это какая-то лютая истерика. Что это вообще? Просто настолько резануло, блядь. Вот эта сцена, блядь, что дальше некуда. Я такой... Ну нормальный человек, посмотрев на это, сказал бы, да ёб твою мать! Или, блядь! Да шо ж такое там! Ну или, да сколько можно, блядь! Ну что-нибудь такое, блядь! А не вот это... Фу! Что это за херня вообще? Какой педрила, блядь, извините за мой французский. Вот это... Что это, блядь, просто? Ты сидишь и просто охереваешь. Ну это как, блядь? Ну как это так? Вроде до этого было все более-менее нормально, и тут вот такое. Ну то есть, ну как с терпом по яйцам вот эта сцена. Я вообще не знаю, как у вас так получается. Ну ладно, в отрыве от Маурин, блядь, реально, ну все дебилы там, просто все. Вот какие бы они решения не приняли, это идиотские решения, просто идиотские. Вот. Про субординацию никто там не слышал вообще, блядь. Вот у них есть вроде как начальник, но все на него хер клали, и вообще нахер его посылают, через хер прокидывают, и говорят, иди ты в жопу, мы сами будем делать то, что хотим, блядь. То есть, оружия нет ни у кого вообще, блядь. То есть, защитить себя они не могут ничем абсолютно. Они все там максимум с ножиками перочинными бегают, блядь. О, это что такое вообще, блядь, да? То есть, типа, там, в какой-то момент на их лагерь нападает такой жутко динозаврообразный, типа, монстры, там этот, как его, не Трицератопс, блядь, а другой. Есть такой динозавр, в парке юрского периода его показывали, забыл, как его зовут. Такой, похож на Трицератопс, да, формой. Он как лимон выглядит. Ну, вот его тело как лимон выглядит, маленькая голова, он покрыт весь чешуей такой, бронированный, как бы, да. Ну, у него такой достаточно длинный хвост, в принципе, по длине, как его тело, да. Ну, метра, там, Три. А на хвосте, на конце хвоста, типа, ну, палец, по сути, да. Вот есть такой динозавр, там, раскопан у нас, на земле я имею в виду. Забыл, как его зовут. И вот тут что-то похожее, только без, там, палец и на хвосте. Больше зубов, больше когтей, да. Ну, вот такая фигня. И вот эта херня в какой-то момент нападает на лагерь, да. Причем, не одна, а две штуки их нападает. Ну, с помощью робота, который, опасность Уилл Робинзон, они отбиваются от этого самого динозавра. Он их, там, обоих ушатывает, там, одному пасть порвал, как Самсон, другому, там, что-то еще сделал, там, прострелил, по-моему, полностью. Как-то так. Вот. После этого хоть кто-то какие-то выводы вообще сделал из этого всего? Ну, что, типа, вот у вас тут планета, на которой опасная для вас жизнь есть. Нет? Всем насрать, да? То есть, все продолжают ходить, там, порознь абсолютно. Уходить, там, в ночь куда-то, уходить в поля, в одно лицо. Всем насрать. То есть, типа, вот, больше никого там не может быть, да, на этой планете. Ну, то есть, типа, вы не распечатываете на ваших пафосных 3D-принтерах себе пистолеты, да, то есть, там, в какой-то момент по сюжету этот муж, Джон Робинсон, пытался, принес на флешке чертеж пистолета, воткнул его в принтер, а принтер ему сказал, у тебя нету правов таких, нужно разрешение от вышестоящего начальства получить. Ну, 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 хорошо. А кто это? Просто кто? Это те люди, которые на резолюте остались? Или вот этот мужик, который тут главный у них, на планете главный, типа, да? А, ну, типа, ну, а после динозавров не надо, не надо, да, пойти к нему и сказать, что, слушай, надо твое разрешение, нам надо, вот, ты посмотри, что происходит, надо пистолеты распечатать, а лучше винтовки автоматические и взрывчатку на всякий случай. Давай уже что-то решать. Да? Не, это все нахер никому не надо. Мы будем продолжать бегать с ножиками, которые нихера не делают, разумеется. Да? То есть, когда муж, вот этот, был прокинут через хер 3D принтером, то есть, он настолько, настолько вафля вообще, что его даже 3D принтер через хер кидает. Да? То есть, он не может его не взломать там, чтобы как-то виток сюжета обозначить, что вот существует пушка. Нет, этот виток сюжета обозначил робот, которому, видимо, похер. Все, блин, он каким-то образом сам распечатал пистолет, обойдя все защитные функции, блять. И пистолет отдал Уиллу Робинсону, типа, для защиты, потому что Уилл Робинсон не уверен в себе был, типа, и чувствовал страх там по каким-то причинам, а поскольку они ментально связаны по сюжету, то типа, вот, этот робот чувствовал, что Уилл боится и сделал ему пистолет, чтобы тот смог в случае чего защитить себя. На кой бы хер это, кто это, что это вообще такое, блять? Просто, что это за херня? То есть, ну, робот вообще не на шаг, а где отходит, блять, от Уилла Робинсона? На кой-то хер ему этот пистолет, сука, дал? И просто на кой хер? Почему через робота надо было этот пистолет имплементировать в сюжет? Когда у вас прекрасная была возможность сделать то же самое через Джона, вот, которому в результате его жизненной позиции, так сказать, Маурин не до конца доверяет, несмотря на то, что они муж и жена, и это был бы еще один фактор по обстановлению их отношений к персонажей как семейной пары, потому что этот сериал во многом, конечно же, как и всегда, за семейные ценности, ну, естественно. Типа, в арке, в дуге характера, развития характера Джона, как раз-таки, наличие этого пистолета, который он там мог бы провафлить где-то по стечению обстоятельств, потому что пистолет сыграл там некоторым образом с далеко идущими последствиями. То есть, вот Джона это помогло, а этот робот, блядь, вообще, к чему это за хер? Что это такое? На кой хер ты? Как это? Что это такое, блядь? Это просто ахинея. То есть, вот он дал Уиллу, Уилл спрятал пистолет, блядь, под кровать себе, вместо того, чтобы идти отдать его бате. А бате у него, сука, блядь, все-таки военный, то есть, ну, натурально вояка. Да, вот робот тут распечатал, слушай, ну, ты опытный человек в плане оружия, распорядите этим как-нибудь по уму, да, типа на, например. Нет, он под матрас, блядь, спрятал, сука, этот сраный пистолет, оттуда его немедленно умукнуло тут же, конечно же, доктор Смит, блядь. Ну, что это за херня, блядь? То есть, ты такой сидишь просто и смотришь, и тебя вот это все начинает люто, бешено бесить. Вот неизменно, блядь, бесить начинает, вот эти все тупорылые решения просто в лютую бешеную ярость приводят, вот сразу же, просто в ярость, блядь, реально, ну вы дебилы, все как один, блядь, реально. Сука! И слава, я говорю яйцам, что, блин, напряженность повествования поддерживается на таком уровне, что, ну, на это как бы обращаешься, внимание, оно дико бесит, но, к счастью, не отторгает зрителя от экрана, ну, по крайней мере, меня, блин. Я вполне могу себе представить, что кто-то не сможет досмотреть дальше, чем первая, там, вторая серия, когда увидят эту всю ахинею. Потому что вот ахинея, там, вот и с начала и до конца происходит в плане принятия решений. Вот с начала и до конца, блядь. Плюс вот эта эмансипация идиотская. Ну, что меня тоже сильно бесило, в плане поведения Маурин. Муж ее, как вот я уже говорил, военный, да, морской котик, постоянно где-то болтался по командировкам, там, всяких Ираках и так далее. Ну, они не говорят конкретно где, но где-то там, да, на Ближнем Востоке. Видимо, разбирались вот с этими геополитическими пертурбациями, которые случились из-за падения метеорита. То есть он защищает, ну, мир с точки зрения американцев. Он мир защищает, не только Америку. То есть он защищает тебя, Маурин, твоих, ну, ваших детей, вашу страну, блядь. Вот он этим всем занимается, да, его часто нет дома. А это, вот это, блядь, блядище, ну, натуральная шалава, да, которая с негром там спит и так далее, чернильница ебучая. Вот это, блядь, мамка твоя, да, Уилл Робинсон, твою мамку, Уилл Робинсон, негр какой-то шатал, ты вообще в курсе? Короче, вот эта блядина, поскольку она все время хочет все контролировать, ибо эмантипация кругом, да, и она, типа, должна принимать все решения, она хочет, чтобы муж у нее все время под каблуком был, по сюжету, да, то есть она хочет его прижать к ногтю конкретно, без каких-либо изъявлений свободной воли, там, без ничего вот этого, просто под каблук, давай-ка, сразу, немедленно, да, поэтому ей сильно не нравится, что муж где-то там постоянно в командировках, вот, поэтому она воспитывает своих детей, своих прицеп, эсраные, таким образом, что подростковому периоду, периоду нон-конформизма и прочих пертурбаций, блин, на гормональном фоне, да, так сказать, они, естественно, своего папка начинает немножечко, ну, не то, что ненавидеть, но недолюбливать, потому что постоянно транслирует ему те мысли, которые мамка, мы все это прекрасно видели, блядь, вот, тысячи таких примеров каждый день можно встретить среди тех людей, которых только мамка воспитывала, да, вот, миллионы их буквально, особенно на постсоветском пространстве, и вот они начинают транслировать то, что им в мозг залила, блин, мурин, да, типа, предъявлять папке, типа, тебя тут нет постоянно, да, типа, ты нами не занимался, там, не гулял с нами, не воспитывал нас, и театру вообще рядом не было постоянно, да, то есть, типа, а вы тупые дебилы, вам не вдомек, что он вас защищает, блядь, от там, мирового терроризма, блядь, ну, даже если так, вот, с таких идеализированных позиций, так сказать, смотреть на это, да, то есть, вот, вот этой пропаганды вам, конечно же, она в одно ухо вошла, в другая вышла, блядь, то, что, только то, что мамка ваша, блядь, чернильница, вам в уши заливает, только это остается, да, и только один негатив, блядь, то, что ваш папка, типа, ну, по, опять же, идеализированным канонам поведения американцев, даже сейчас, да, они же, когда военно видят, там, на сцене, допустим, в шоу талантов выходят, вот, я отслужил, там, три, три, там, раза в Ираке, все сразу же начинают его, там, люто, бешено благодарить, типа, спасибо за вашу службу, ну, а то, что он просто, по сути, интервент, убийца и террорист, это никого не волнует, конечно же, ну, вот, внутри Америки пропаганда построена настолько, что своих военных они очень сильно чтят, и, наверное, это, в принципе, правильно, да, то есть, вот, любая страна, таким образом, должна бы, наверное, к своим военным относиться, потому что эти военные, это, ну, стержень, на котором многое, от чего держится, в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, а не так, как у нас, когда люди с Афгана вернулись, да, типа, и вообще их там через хер прокидывали постоянно и унижали на всяческих уровнях, начиная от правительства, заканчивая низами, да, и там в говно не ставили, там в одном поле, говорит, срать с тобой не сяду, хотя, ну, должно было быть наоборот, они жизнями там жертвовали своими, постоянно ради того, чтобы, ну, хотя бы банально оборот наркотиков, снизить в разы, блин, по итогам, афганской кампании, ну, либероидные пидорасы вам немедленно расскажут, что афганская война сейчас была ни о чем, и ни для чего, и ни для кого, и их там все забыли, блин, да, и так далее, ни за что там, сколько там, 40 тысяч человек умерло, наших пацанов, или там 20 тысяч, я не помню, не помню цифры потерь, вот, ну, типа, вам либероидные пидорасы не расскажут, о миллионах жизней спасенных, за счет того, что наркотический трафик из Афганистана практически прекратился, по итогам кампании, да, миллионов, я имею в виду, вот тех, кто мог бы подсесть на эти наркотики, и так далее, ну, вот это все, да, не считая других всяческих геополитических факторов, и так далее, которые присутствовали, несомненно, во время этой войны, типа, вот, у Америки вот так, и, наверное, хорошо это для Америки, в принципе, так, если подумать, вот, со стороны это бесит, да, но для поведения внутри Америки, это норма, да, то есть, типа, своих, своих зольдат уважать, но вот эти дети, они не такие, они, значит, эту пропаганду как-то пропустили, они просто своего папку за говно считают, потому что его, видите ли, рядом не было, да, то, что он общественно полезным делом для всей нации, с точки зрения этой самой нации, был занят все это время, это никого, конечно же, не волнует, не волнует вообще ничего, блин, похер все, мужик должен быть под каблуком, блядь, у главы семейства, то есть, у мамки, блядь, отличный подход вообще, да, то есть, в итоге они на него постоянно высираются, первую часть сериала на папку своего, что дети, что жена его, просто высираются на него полностью, и вот регулярно, почему, видите ли, потому что у него свое мнение было, по поводу происходящего, блядь, потому что он пошел наперекор Маурин, как только он по итогам сериала заскочил обратно под каблук, и вообще перестал, хоть какие-либо собственноручные, ну, собственные решения принимать, по свободной воле, да, так сказать, как только он перестал все это делать, и заскочил, блядь, под каблук, он сразу же стал рубахой парнем, отличной папкой, и так далее, блядь, пиздатый подход у вас, пацаны, вообще отличный, конечно же, никого не будет бесить такое вот, вот такая херня, блядь, да, в сценарии, не, зачем, блядь, да, типа, ну, это вообще как назвать, блядь, какой идиот это писал, реально, вот, если бы не было, повторюсь, в который раз, если бы не было всего остального, что происходит в сценарии, вот такие пассажи за это просто бьют, реально по лицу бьют, банально, потому что большинство ваших персонажей, по гендерному признаку, поставлено, по сути, в, ну, в атмосферу банального рабства, блядь, потому что они заедублено делают все то, что говорит им белый господин, в роли которого выступает тетка, блядь, в этом, пошли вы нахер просто, ну, и что такое, и вот это равенство, с вашей точки зрения, вот это равенство, да, просто вы нахер идите, блядь, реально, вот за такой монтировкой по рылу надо бить, вот сходу, блядь, я не говорю о том, что нужно сделать всю точность до оворота, да, что, типа, женщин там не звести до, до уровня, там, домохозяек, как вот было в оригинальном сериале, да, там, Маурин, это была, Робинсон, да, она там биохимик какой-то по сюжету, но даже в Википедии написано, что она в основном занималась тем, что готовила жратву, убиралась там на корабле, и занималась садом, блядь, то, что было свойственно женщинам, типа, с социальных позиций, да, типа, если рассматривать, американских, да, типа, реалий, вот, то, что было с женщинами, свойственно, там, 60-е, 70-е годы, блин, ну, с тех пор много времени прошло, ну, вот это нам, вот, нам ни то не надо, ни это не надо, почему нельзя золотую середину найти, ну, ну, вы о чем вообще, зачем этот, вот это форсирование, этого странного мема, что женщина тоже человек, да, мы в курсе, что женщина тоже человек, мы уже давно в курсе, вы не поверите, мы с 1917 года в курсе, что женщина тоже человек, когда настоящее равенство появилось, вот, на территории, блядь, Советского Союза, извините меня, в то время, как Европа и Америки, до понимания этого факта, срали еще 50 лет, блядь, когда эмансипация сложилась полностью, блядь, только в 70-е годы, блядь, ну, о чем речь, если вы ущербные на всю голову мудаки, американцы, да, которые не могли понять тех вещей, до которых коммунисты дошли, блядь, еще 90, там, 100 лет назад, да, типа, вам еще 50 лет понадобилось на это, если вы такие идиоты, да, то есть, что, типа, негр тоже человек оказывается, что женщина тоже человек, внезапно, да, типа, что на выборы можно всем ходить, блядь, и так далее, и тому подобное, да, типа, что, типа, не только вокруг мужика крутится вселенная, типа, вот это все, то, что вы такие дегенераты, тупорылые, и до вас это все доходило так долго, это ваши личные проблемы, не надо, блядь, экстраполировать вашу, вот, личную, американскую, европейскую тупизну, блядь, на всех остальных, на гораздо более прогрессивные нации, в этом смысле, я имею в виду русских, и всех остальных проживающих на территории того же бывшего СНГ, потому что, только Советский Союз, вот, в этих конкретных вопросах, был предельно прогрессивным государством, в отличие от вас, уебки тупые, и теперь вы, в целях, блядь, своих, так сказать, принесения извинений, блядь, тому, что вы творили вот до этого, да, пытаетесь всем остальным нормальным людям, втельняшить в голову, ваше ущербное мировоззрение, блядь, потому что они реально просто ущербные, блядь, в жопу вы нахер идите, блядь, конем ебитесь, блядь, и нахеру я вас вертел, блядь, с вашими такими вот, блядь, пассажами ебанами, то, что ты, сука, сценарист, блядь, тряпка, еблан, вафли и гондофила боссаный, блядь, это лично твои проблемы, жирный ты тюфяк, блядь, ты не поверишь, но многие люди совершенно не такие, блядь, мы женщин любим, блядь, давно, долго, и будем продолжать любить за то, что они, блядь, по-всякому, блядь, умеют всякое, блядь, а не для того, чтобы они стояли на кухне, блядь, и нянчились с детишками, блядь, так что в жопу вы пошли с такими пассажами, ебланы, тупые, блядь, вот, вот как это назвать все, вот как, сучары, ебаные, ну, и там, конечно, мелочи всякие есть еще, что типа, доктора Смит превратили, доктора Смита превратили в бабу, раньше это был умеющий за кибернетику, например, мужик, а в художественном фильме, например, его вообще играл Гарри Олден, что сильно помогло, кстати, художественному фильму, вот, а здесь это, ну, баба, разумеется, да, плюс она вроде как психолог, но она про себя говорит, что она психолог, кто она там на самом деле, непонятно, кроме того, что она преступница банально, и занимается постоянной манипуляцией, на психологической почве, а манипулирует она всех, с той целью, чтобы попасть обратно на резолют, и ее там не кинули, не выкинули из шлюза нахер в космос, за ее прегрешение, потому что она по итогам самозащиты, как раз таки одного парнишу выкинула нахер в открытый космос, что-то пишу Бива. Да, в порядке самозащиты, но, вот, почему-то все считают, что с ней нужно сделать то же самое, как она думает. То есть, подвергнется репрессиям, поэтому она проводит комплекс мероприятий манипулистического характера, для того, чтобы завладеть роботом, чтобы он ее охранял от этого всего, вот, и вместе с роботом вернуться на резолют, ну и там, видимо, устроить тиранию пролетариата, как это водится. Ну, ладно. То, что ее сделали бабой, это, конечно, тоже возникает вопрос нахера, просто зачем. По-моему, наоборот, было бы лучше для оттенения вот этих всех бабцов, блин, которых вы там на передний план вытащили с бухты-барахты, для оттенения и как раз таки для, для соблюдения того самого пресловутого баланса, было бы гораздо логичнее сделать доктора Смита, ну, оставить мужиком. Ну, манипулистического характера, блядь, сука, сволочью, интриганом и так далее. И это, кстати, гораздо более ясно проиллюстрировало для самых маленьких наших зрителей тот факт, что вы считаете, что все зло от мужиков идет. Ну, потому что это красной нитью проходит, вот через весь сериал, и даже не скрывается абсолютно. Ну, так и сделали бы доктора Смита мужиком, блин, вот смотрите, мразь какая, да, вот, сволочь, шовинист, интриган, блин, да, типа, ну, вот, что-нибудь такое. Нет, зачем-то его сделали бабой. Ну, ладно бы, хер бы с ним. Но проблема заключается в том, что эта баба играет настолько бездарно, что просто хочется бросат имитата, хочется просто рыгать, откровенно говоря. То есть, более херового актера подобрать было просто сложно. То есть, она настолько, она просто бездарь, вот просто бездарь, блин, вот эта баба, которой доктора Смит играет, блин, сыграла отвратительно. На ее рожу смотреть невозможно, хочется просто сапогом по этой роже заехать. Вот. Ну, и в итоге просто рушится вся, вся модель того, как сценаристы хотели выстроить этого персонажа. Поскольку она просто бесит, то даже когда она делает что-то интересное в плане манипуляций, смотреть на это невозможно, просто потому, что это бездарно сыграно. В этом же акцепте, кстати, Уилл Робинсон сыгран отвратительно. Вот два дерьмовых актера, просто тянут как якорь за собой практически весь сериал. В отличие, в отрыве от всех вот этих вот тонких, так сказать, пассажей, которые я описал с эмансипацией и так далее, да, вот это видно невооруженным глазом. То есть, вот эти два актера, малой этот Уилл Робинсон и эта дура, просто бездари. Ну, если с Уиллом Робинсом еще можно было бы простить, поскольку он малолетний, да, сколько ему там, 12, 11-12 лет, да, может он когда-нибудь чему-то и научится. Но это уровень Энакина Скайуокера, блин, из первого эпизода «Звездных войн», откровенно говоря. Вот. Ну, смотреть на это просто невыносимо. Реально, этот Уилл, плюс он постоянно творит лютую ахинею, поскольку он малолетний идиот. Ну, он по сюжету малолетний идиот. Например, поймали доктора Смита, посадили, блядь, в подвал условный и сказали детям не ходить в подвал. Что дети сделали? Разумеется, начали немедленно бегать в подвал, потому что их, блядь, разведенка с прицепом воспитывала. И они родителей вообще за авторитет не считают и могут вообще делать, что хотят. Вот, вот насрать и все, блядь. Поскольку мамка тупая, не способна их воспитать нормально, поскольку она занята только самокопанием, блядь, и тем, как бы побольнее у кого-то своего, блин, нежелающего подчиняться мужа, блин. Она детей насрать, она так, только декларирует, что она их любит, но воспитывать она их не умеет, потому что она дура, блин. И вот она воспитала такое чмо, которое вообще насрать хотело на все приказы, блин, от вышестоящего начальства, по сути, это родители и есть, да. То есть, и немедленно бежит в подвал, где доктор Смит немедленно манипулирует, поскольку он малолетний идиот. Манипуляция это настолько дуболомная и прямолинейная, что даже, блядь, мне кажется, шестилетний ребенок не поддался бы ей. Но сценарист считает, что вот это нормально, что 11-летний типа гений, якобы гений, как бы по сюжету, Уилл Робинсон, да, вот поддается на тотальную, банальную ахинею, которую несет доктор Смит и немедленно ушатывает своего робота там методом спрыгивания, блядь, с горы, блин. Ну, что это за херня вообще? И много раз, добрая половина, наверное, косяков, которые случились, случились из-за Уилла Робинсона. Он просто постоянно косячит, факапит все и ставит палки в колеса. Просто потому, что он малолетний идиот. Ну, типа, например, есть пещера, в которой нужно соблюдать полную тотальную тишину. Что делает малолетний идиот, который на протяжении всей серии до этого и половины серии этой таскает с собой, блядь, рацию, блядь, которая регулярно выдает фоновый шум в эфир, когда ищет на волне там тот или иной сигнал, который хочется найти в Уиллу. Она у него включена на прием при этом все время, да, то есть, типа, ну, и вот она постоянно издает громкие шумы, блядь, постоянно, регулярно, и все об этом знают, включая Уилла. И вот есть пещера, в которой нужно соблюдать тишину, блядь, и что делает малолетний идиот Уилл? Естественно, он с собой тянет эту ебаную рацию, блядь, в эту самую пещеру. И что происходит? Ну, разумеется, блядь, рация издает мега пафосные громкие шумы, блядь, статические, и случается лютый блинный отказ. И все испытывают бугурт. Но поскольку в этом сериале, и, кстати, это не первый раз, когда все испытывают бугурт, а по поводу того, что делает Уилл, поскольку он мудила, малолетний дебил и тряпка, которого не способны были воспитать его ебаные родители, тупорылые на всю голову. Да, то есть, типа, ну, вот мамка воспитала вот это говно, которое ничего не способно сделать, даже со скидкой на то, что ему всего лишь 11 лет. Вот в фильме почему-то Уилл Робинсон тоже творил порядком херни, блин, местами, но он хотя бы был действительно, ну, показан, показан, как умный человек. Несмотря на то, что было ему 11 лет. А тут он просто себя ведет как идиот регулярно, да? То есть, он своего папку практически ушатал во взрыве, блядь. Из-за него его сестра чуть не погибла, там, 5 секунд еще, и она бы задохнулась нахер. Из-за него, блядь, там, десятки человек могли быть сожранными. Из-за него, блядь, этот ебаный робот убил там кучу людей. Ну, теоретически убил бы кучу людей, потому что по факту ему не дали это сделать. Но, в принципе, то, что Уилл нашел этого робота и спас ему жизнь, привело к тому, что из-за этого возникла еще куча других неиллюзорных проблем, из-за которой люди пострадали. В том числе, в том числе и умерли. Все это вина Уилла. Если так подумать, блядь, наверное, не половину, а 90% косяков, которые в этом фильме происходят, а они все, я напомню, все не созданы планетой или каким-то обстановкой, да, условиями, там, космоса и так далее. Они все человеческий фактор, все абсолютно, вот поголовно все, блядь. И 90% из них вина, прямая вина Уилла Робинсона. И ему за весь фильм, сука, даже когда он батя своего взорвал нахер, никто прямым текстом не сказал, это ты, падла, виноват, что так произошло, потому что он реально был виноват. Вот это его прямая вообще вина была, прямее некуда, блядь. Ни у кого не хватает яиц, чтобы малолетнему Уиллу, тупорылому, сделать немножечко психологическую травму на всю жизнь, блядь. Сказав ему, что это ты, паскуда, виноват, что наш папка немножко помер. Вот никто не мог ему сказать, да, блядь, что это за херня вообще, сука. Это был бы интересный сюжетный ход на самом деле, ну и достаточно в принципе клишированный, когда человека начинает обвинять заслуженно абсолютно в том, что он сделал, и он в результате дуги характера, опять же, изменения ее, претерпевая некоторые психологические сложности и все те же изменения, становился бы некоторым образом другим человеком, что вело бы к каким-то другим далеко идущим событиям в следующих сезонах в том числе. Но этого нам делать, конечно же, не надо. Да, то есть Уилл Робинсон всю, вот на протяжении всего сериала творит лютую, бешеную херню, не сушит родителей, блядь, для него авторитетов не существует, блядь, он идиот, он там два раза выдал полезную информацию, блядь, в эфир, до которой дойти мог кто угодно в отрыве от Уилла Робинсона, просто вот сову на глобус натянули и сценарист решил, что Уилл Робинсон должен этой херней вот эту идею толкнуть в эфир, да, которая призвана там спасти ту или иную ситуацию в тот или иной момент. Ну, что это за персонаж? Так и ко всему этому он еще и бездарно, абсолютно бездарно сыгран малолетним говеным актером. Большое сука спасибо. Просто вот спасибо большое. Что это за херня? ебанно по голове, блядь. И, ну, при этом сериал не перестает становить, не перестает быть хорошим. То есть, плохим он от этого не становится. Ну, ты просто смотришь вот это все это и думаешь, что еб твою мать, ну, как так-то? Ну, как так-то? Ну, о чем вы думали просто, граждане? Он мог быть в разы лучше. Может быть, в следующем сезоне там они как-то улучшат это. Второй сезон анонсирован, поскольку первый сезон закончился на так называемом Клиффхангере, то есть, типа, они телепортировались в другое место с планеты, которое обещает быть еще более интересным, чем эта планета, да. Но им надо что-то серьезное в консерватории подправить, потому что, если они будут вот точно так же себя вести на протяжении второго сезона, как они вели себя в первом, то я с большой дуэлью уверенности могу утверждать, что второй сезон будет полная противоположность первому, в том смысле, что он будет лютое, бешеное говнище, и дно будет пробито уже просто дальше некуда. То есть, там надо серьезно менять концепцию, вообще серьезно. И посылки тому есть, просто ввиду того, что будет происходить по сюжету второго сезона. ибо фактор человечности как таковой значительно будет снижен, поскольку там действующими главными лицами будут роботы, ну, или главными врагами как минимум. Вот, то есть, и их поведение пытаться натянуть на психологическое поведение человечества или человека отдельного, хомо-сапиенса, сука, ну, это такая задача себе. Если вы пытаетесь это сделать, то получится говно, естественно. Но не суть важна. Ну, и последнее, пожалуй, что я еще замечу, дико, конечно, бесит тот факт, что все, абсолютно все методы спасения от той или иной ситуации реализованы методом диосекс-махины. То есть, реально машина из, бог из машины вылезает, то бишь, рояль из кустов выезжает, и тут же немедленно все становится хорошо. Сто процентов ситуаций спасаются таким образом. Сто процентов. Вот просто сто. Это просто скучно. Ну, вот в какой-то момент это определенно наскучивает. Типа, там, с кем-нибудь случается что-то неприятное. Но он все равно спасается. Как он спасается? А хер знает, он за кадром это сделал. Бог из машины! Эй! Случается какая-то вообще лютая, бешеная херня с другим персонажем. Типа, он, значит, на одном из Юпитеров, потерпевших крушения, падает с обрыва вниз. Находился этот человек территориально в середине корабля Юпитер. В середине, а он как блюдца, круглый, как Миллениум Фалькон. В середине. В течение пяти секунд корабль накреняется вниз пропасти и проваливается туда. Персонаж, естественно, спасается. Как? Разумеется, за кадром. Как он это сделал? Из середины корабля за пять секунд добежать до обрыва и успеть там за что-то схватиться, а это типа дюна такая, не песочная, но из гальки состоящая. То есть там уцепиться вообще не за что. То есть он бы абсолютно точно съехал бы вниз по обрыву. Залезть там ну никак просто невозможно. Но это противоречит законам всего вообще. То есть если вот на природе человек, вот вы были когда-нибудь на природе и пытались забраться скажем на песчаный склон какой-то. Ну набухались и вот полезли блин на дюну куда-нибудь или там на отвесную стену дюнообразную там известковую. У вас сильно получится это сделать? Сильно насаневаясь блин. Если конечно там корни не торчат деревьев за которые можно уцепиться и то будет непросто. А тут вот такое. Мало того что короткий срок когда ему надо было добежать из точки А в точку Б и успеть еще провести кое-какие действия при том что бежать было тоже непросто ввиду того что корабль в это время болтала взад-назад ну или как минимум наклоняло то есть вот под таким углом бежать вот так вот ну как магнитных захватов у них там на ботинках нету что это плюс у него даже не было скафандра что это за херня вообще да то есть типа и так во всем то есть вот какая-то херня случилась как мы решим эту проблему методом из кустов рояля выезжающего эй то робот выскочит там всех спасет то и какая-нибудь просто херня необъяснимая случится то какое-то случайное стечение обстоятельств то еще что-то блять то там ресурс который жизненно необходим вот прямо сейчас внезапно оказывается там в 5 минутах ходьбы от лагеря там или чего-нибудь такого да а до этого вы про него не вспоминали потому что сценарист про него не вспоминал блять например находят они буквально во второй серии упавший космический корабль пришельцев блять первый раз в истории человечества настал прямой контакт с инопланетной расой блять они туда зашли на 5 минут и вышли когда они вспомнили про этот корабль пришельца в следующий раз блять в 8 серии зашибись вообще отлично всем похер просто похер блять ну ну вот он сыграл внезапно то есть вот про него не вспоминали на протяжении 6 там серий да но внезапно блять как роялись кустов он опять снова выехал знаете пожалуйста вот решение вашей проблемы в виде этого корабля а что до этого вы не могли его раскурочить типа вас это не интересовало вы никому не сказали что там инопланетная раса ну в нет вы сказали по сюжету там начальнику по-моему своему они сказали да а он что никому не сказал никого это не интересует у вас там нету ни ксенобиологов ни каких-то еще там людей которым которым это было бы все интересно ну инопланетная раса и все такое всем насрать да типа прекрасный выбор вообще а что это а планету вы как-то изучали вообще вот на которой вы рухнули Чем вы вообще там занимаетесь? Вот 60 человек, блядь. Только небезвестный в узких кругах Пантелеймон, который еще души на смертельной битве забирал, занимается изучением местной флоры и фауны. Ну, этот, Шан Цунг, блядь. Пардон за невольную цитату Бэткомидиана. А все остальные что делают? Ну, вы про планету не знаете ни черта вообще. И не пытаетесь ничего узнать. Ну, возможно, она что-то такое может предоставить вам, чтобы вам поможет в решении текущих проблем. Нет? Нет? Где геологи? Вот Уилл Робинсон собирает камни, да? И один из этих камней по сюжету сыграет, оказавшись окаменевшим дерьмом. Офигенно, да? И это дерьмо можно переработать в горючее. А он так не воняет, типа? То есть, он завонял, видимо, только когда Уилл его сломал напополам этот камень в припадке малолетней ярости. То есть, а так этот кусок говна окаменевший не воняет, да? Прекрасно. То есть, он его в руках держал, там, крутил по-всякому. Руки его не стали вонять, разумеется, да? Прекрасно. Вот он один камень собирает. А что, среди вас 60 нет ни одного геолога, который просто ходил бы взад-назад и точно так же собирал бы камни, наткнулся бы на это говно, блин, и знал бы, что это говно там вот есть, да? То есть, ну, что-нибудь хотя бы, да? Всем насрать, никто ничего не занимается. Никто вообще ничем не занимается. А вдруг вам пришлось бы здесь колонию обустроить? Да, вы потом узнали, что планете там в каком-то циклическом варианте наступает жопа рано или поздно, да? А потом она снова оживает. Но сразу-то вы об этом не знали, почему у вас не было, типа, а вот у нас план Б. Есть возможность, что нам придется здесь колонизировать. Планета неплохая, условия как на Земле, там, температурные и так далее. То есть, ну, можно жить, давай здесь колонию устраивать будем. Типа, у вас вот что-нибудь такое нет вообще? Никаких подвижек даже нет. Ну, а что вы делаете там все это время просто? Ну, просто что? Или там тот же рояль из кустов там в начале. Вот, обратите внимание, там на горе что-то взорвалось белым, белым огнем там, снопом белого огня и дымится как вулкан. Маурин такая, о, смотрите, кто угадает, что это? Что это за, блядь, что это такое? Что значит, кто угадает, кто это? Или что это? А почему ты, сука, ебаная, прямым текстом не можешь сказать, что это? Потому что спустя полторы серии оказывается, что это магнезий какой-то там, да, который при смешивании, значит, с этим, как он там, короче, который очень сильно горючий, горючий материал и горит как термит, типа, по сути, да. И, типа, с помощью него они там лед пытаются расплавить. И до этого догнал Уилл Робинсон, блядь, в то время, как мамка его без сознания валялась. То есть, и они потеряли бесценное время в результате всех этих вот идиотских ходов. Их старшая дочь, Негрила, чуть не задохнулась насмерть. Из-за того, что несколько часов буквально они потеряли. Только потому, что Морин не сказала прямым текстом, что это магнезий, блядь. И там спустя короткое время после этого вырубилась. Ну что это за херня вообще? Ну, Морин, ты дура, что ли? Ну ты же по сюжету вроде Морис Ю, там, гений и все такое. Почему вот, что это такое? Опять мы возвращаемся к этой идиотке тупорылой. Она, кстати, тоже не очень хорошо сыгранная была, на самом деле. Бесила меня просто на протяжении всего сериала. Она немножко в конце реабилитировалась, но только немножко, блядь. Ну вот просто, что это за... Ну это понятно, что сценарист идиот. Да, то есть просто идиот. Ну их там двое было. Один, видимо, писал диалоги хорошие, а другой дегенерат писал всю странную херню. Вот. Понятно, то же самое, что с Уиллом Робинсоном. Да, то есть он-то понятно, что малолетний идиот. Да, но он 11-летний дебил. Ну по итогам-то получается, что это не он идиот, а сценарист идиот. Ну, блядь. И таких вот там примеров тысячи миллионов штук, блядь. Я, наверное, часок пять могу, блядь, рассуждать, блядь, на каждом конкретном отдельно взятом примере идиотии, блядь. Но по счастью, по счастью, посмотреть ты можешь его смело. И это уже дело личных предпочтений. Сможешь ли ты конкретно, вот конкретно ты пережить те или иные аспекты ахинеи, которых там в избытке, блядь, в этом сериале присутствует. Потому что лично для меня, почему он, я все еще считаю его хорошим. Опять же, лично для меня многие, практически все диалоги очень хорошие. Приятные, смешные шутки, это всегда хорошо. Несколько очень хороших актеров и, что немаловажно, персонажей, за приключениями которых просто интересно следить. Особенно Дон Уэст, который раньше был майор ВВС какой-то, в фильме и в сериале. И занимался просто тем, чем занимается обычный вояка. То есть, то, чем занимается Джон Ромензон в этой итерации. Вот там был Джон Уэст для этого. Здесь он тоже есть, но здесь его перевели в механике. И занимается он несколькими другими вещами. Вот он самый лучший, как актер, так и персонаж вообще. Во всем этом сериале. За его перипетиями мне было интересно смотреть. И за некоторыми другими. За Пенни той же, например. Просто потому, что она хорошо написана, персонаж. В отрыве от того, что логически и ничем не обоснованное ее присутствие вообще в этой экспедиции. Кстати, как и необоснованное присутствие Джона. Который я вроде вначале упоминал. Как вообще попал в эту программу переселения. Никак вообще не рассказано, почему его... Что за херня? Ну ладно. То есть, есть ряд персонажей, за которыми интересно следить. Есть постоянно нагнетаемый, грамотно нагнетаемый саспенс. Несмотря на то, что подоплека тех или иных событий была сугубо предельно идиотской. Смотреть за решением, распутыванием клубка вот этих идиотских проблем достаточно интересно. И есть определенные посылки в сериале, которые нам намекают, что в любой момент любой персонаж может помереть немножко. Так это или нет, я спойлерить не буду, на самом деле. Ну, я немножко спойлернул, но это не спойлер, на самом деле. Кто будет смотреть, тот поймет. Но определенная посылка к тому, что кто угодно может помереть в любой момент, есть. И поэтому... Что тоже, конечно же, добавляет фактору нагнетения саспенса. Вот. Определенное количество достаточно нетривиальных сюжетных ходов присутствует. Достаточно нетривиальных. На поверку они оказываются тем, что мы уже несколько раз видели. Но, к счастью, не так много раз, как можно было бы себе представить. Вот. И то есть, получается, что в основе своей, благодаря большей, на большую часть, в том числе и красивой операторской и режиссерской работе, смотреть за происходящим интересно настолько, чтобы можно было впечатление о происходящей фееричной идиотии. Вообще просто кругом затолкнуть куда-то на задворке сознание, да, типа, и возвращаться к ним только тогда, когда уже сериал таки закончится. Хотя, даже этому движению, так сказать, есть какой-то определенный предел. Потому что, там, к 8-й, 9-й серии, к 9-й, наверное, 10-й серии, я уже в голос орал на монитор, типа, да, блядь, сука, да когда же вы прекратите этой херней заниматься? Или из серии Уилл, да куда ты поперся, мудила, да пороже бы тебе дать, козлина тупая. Ну, вот так вот уже, да, то есть, уже просто пердак не выдерживал, откровенно говоря. Так что, в целом, в целом, нравится фантастика? Ну, можешь посмотреть, но имей в виду все факторы. Учти, что, как такового космоса, то есть, потерянности в космосе, там нет, в принципе, да, то есть, конкретно в космосе происходит очень маленькая часть действия, все остальное происходит на планете. Поэтому, почему это названо Lost in Space, ну, видимо, так и изначально, и в первоначальном сериале так было, да, поэтому такая фигня происходит, да. Ну, вот второй сезон гораздо больше импонирует названию Lost in Space. В то время как первый, в общем-то, немножко не о том, но все равно. То есть, вот, нравится какие-то поделки на, ну, не поделки, произведения на манеру Stargate, Star Trek, да, вот что-то в таком же ключе, можешь смело посмотреть. Всего 10 серий, есть большая вероятность, что твой пердак подорвет не так сильно, как мой, да, типа, и, ну, ты получишь с этого какое-то удовольствие. Потому что, повторюсь, в отрыве от, ну, от всего, в принципе, сериал нормальный, смотреть можно, если отрешиться от идиотии. Только в том случае. Если ты отрешиться от всего этого не можешь, и просто, ну, скорее всего, если тебе больше, чем 13 лет, есть большая доля вероятности, что сериал ты этот смотреть не можешь. И не сможешь, точнее сказать. Вот. Я-то больше из антономологического интереса его посмотрел, ну, и плюс, спасибо, что он мне в итоге понравился, в целом. Короче, на свой страх и риск. Я могу сказать, что он нормальный. Но не для всех, наверное. Так. Как и, в общем-то, и полнометражный фильм. Пожалуй. Так что рискуй, пробуй, если захочешь, конечно. Но, в общем-то, если так глобально судить, то опять возвращаемся к ситуации, когда мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот в таких условиях я и досматривал этот сериал. Такие вот дела. А, соответственно, и сегодня все. Пишите лайк эти видео, ставьте лайк наши книги для жалко-предложений. А на сексах для комментариев в YouTube подписывайтесь на канал. Ну, и до новых встреч в эфире, граждане. Продолжение следует...